Слово из Иерусалима В этом месте Игорь Башлов Знаменитый Игорь Башлов Вы его все знаете уже Но он мой друг, какой бы знаменитый он не был Шалом Игорь, добро пожаловать в Иерусалим На нашу программу Здравствуй пастор Орен Здравствуйте дорогие телезрители Спасибо за такой почет Знаменитости у меня Слава Господу пока еще нет Но то что есть Дух Святой, то что есть Помазание от Всевышнего То что есть желание служить вам Это точно Аминь, но почему Господь говорит Прославляющих меня я прославлю Это один момент А второй момент, кого избрал Тех оправдал и прославил Так Бог же прославляет своих детей Аминь Аминь Хорошо, а мы сегодня говорим О любви Да, об этой замечательной Вече Я даже теряюсь Всегда как определить Потому что это не чувство Или точнее не только чувство Да Согласен со мной Согласен полностью Пастор И прежде всего это труд Это величайший труд Который порой не по силам людям Но мы все ищем Этого Нам всегда не хватает Этой любви И даже когда Мы любим Даже когда мы знаем Что любят нас Всегда есть нехвата Не может быть любви Много Ты знаешь Игорь Когда мы определили Что мы будем говорить о любви Я немного испугался Может не успел покаяться Я говорю Господи Прости меня за все Где я не ходил в любви Я говорю Это искренне сейчас Если мы смотрим Самую такую Главу Из Библии О любви В которой есть Определенная Черта Которую нельзя переступать Или в которой есть Не то чтобы граница Это 13 глава Первая Коринфина Когда мы смотрим туда И на самом деле Мы понимаем Что много что в жизни Нужно изменить нам Аминь Это точно так Вы знаете Интересно получилось У нас в служении Что где-то мы почувствовали Пустоту Да Были изменения В жизни людей Да Были изменения И в моей личной жизни Но вот эта пустота Как будто Вот что-то действительно Мы упускаем И вдруг В один прекрасный момент Моя супруга Слава Господу За жен пасторов Когда они могут Нас немножко Направить туда Что им порой Не хватает Именно от нас Как от служителей Потому что Мы готовы Любить весь мир Мы готовы Любить наших людей В церкви Но иногда Упускаем наших жен Чтобы почтить их Так как они достойны Того И любить их Так как они Действительно достойны Этой любви И вот она Мне просто подсказала Что неплохо бы Начать разговор О любви В церкви И вот уже Наверное Четвертый месяц Я проповедую Я пытаюсь проповедовать О любви И я прошу Бога каждый раз Чтобы он позволил Мне копнуть Где-то поглубже И я получил Просто откровение Что самые драгоценные Какие-то Ископаемые Алмазы Изумруды До них надо докапываться Очень редко Они находятся На поверхности И чтобы ценно Что-то откопать Надо копать вглубь Ну это очень интересно Потому что Вообще основная тема Твоего служения Это благословение И церковь твоя Называется благословение И я думаю Вот сейчас Когда ты это все говоришь Человек Который Научается Вот я скажу так Ходить в любви Он начинает Получать благословение И знаешь что интересно Что Вот допустим Смит Вигглсворт Он был апостолом веры Ты читал наверное Книгу за него Да Популярная книга О нем И там Написано Что он Как бы снаружи Был такой человек Сухой Грубый Но люди Которые знали его Очень близко Они знали Что он очень много плакал Они знали его Совсем с другой стороны Они знали его сердце И я думаю Бог знает нас лучше Чем кто-либо И вот именно Бог смотрит На нашу внутренность Потому что Внешние проявления Это иной раз Не то что есть внутри Хотя Библия говорит Что от избытка сердца Говорят уста Но я говорю сейчас О других вещах Ты понимаешь Я понимаю О чем разговор Потому что Многие верующие Духовные люди Христиане Они не понимают О чем здесь говорится Это внутренние процессы Это Знаешь я думаю Любовь Из нее истекает верность Любовь из нее истекает вера Любовь из нее истекает надежда И все хорошее Доброе истекает из любви Я думаю Это великий источник Всех вообще совокупностей Так скажем Благословений Если человек удосужился Получить Вот это самое величайшее Благословение Любовь Все остальное Он приобретет Это просто Как магнит Который притягивает Все остальное Да Ну знаешь что интересно Что Не всегда получается Ходить в любви И в основном Я скажу тебе так И в основном Не получается даже Всегда Меньше получается Ходить в любви Больше получается Знаешь что противится Любви вообще Я немножко Может быть перефразирую Не то чтобы не получается Мы не умеем Во-первых Сохранить Любовь Когда получаем ее А во-вторых Мы не умеем Ей пользоваться Не умеем ее высвободить Значит мы получаем любовь Сто процентов От Бога Это написано в Писании В день искупления Любовь излилась в наши сердца В день искупления Она есть там точно Она есть Она есть Это не харизматическое какое-то Учение Нет Учение веры Совершенно нет Это библейское основание Римлянам 5 глава 5 стих Да Есть любовь в нас То есть А ты сказал интересную фразу Любовь нужно сохранить Это раз Это раз А что это значит конкретно? Ну как и любой Как и любой Драгоценность Которую мы имеем Мы ею хвалимся И очень много желающих Похитить ее И первый желающий Похитит эту любовь Особенно божию в нас Да и в любое проявление любви Это конечно наш враг Сатана Это сатана или это греховная плоть? Ну они взаимосвязаны Потому что наша плоть Она связана и с Адом И с сатаной И со всеми его служителями Да Здесь нельзя оторвать Одно от другого Наша плоть связана Да Он через эту плоть Действует в нас По другому у него нет К нам доступа Да Через разум Интересно То есть нам нужно сохранить Любовь Это как минимум Сохранить любовь И потом нужно научиться Что сделать? Развить ее Развить И научиться ее высвобождать Подожди Три момента Три процесса таких Сохранить Развить И высвободить И может быть мы научились еще Ее сохранить Потому что прежде всего Это для нас Да Мы понимаем Что Бог нас любит И мы приходим к Богу И говорим Если что-то сделали не так Прости нас Это уже мы сохранили любовь Но это в отношении Другого человека То же самое Если мы хотим Чтобы человек продолжал Нас любить И мы хотим Эту любовь сохранить Мы очень осторожны В общении с ним Мы если даже Что-то сделали не так Бежим Сразу Просим прощения Каемся Чтобы эта любовь Она сохранялась Второй момент Второй Развить эту любовь Вот как это сделать? Ну Всегда В этом мире Есть закон Который Бог установил Буквально для всего Закон Сеяния и жатвы И в момент Когда Посеяно До момента Когда это можно Пожать Плоды Есть процесс Возрастания И Естественно Плохой Тот Земледелец Который Посеяв Какое-то Семя Не наблюдает За ним Не возделывает Землю Не подкармливает Этот Росточек Не охраняет Его Когда Он уже Как он сказал Адаму Что он поставил В этот сад Охранять Я и возделаю Так же Это семя Любви Которое Мы получаем От Господа Мы его Должны Оберегать Мы должны Смотреть Как оно Развивается Во что Оно Может Вылиться Какой Плод Этой Любви Должен Вообще Это Быть И мы Ожидая Этот Плод Насколько Мы хотим Этого Плода Насколько Мы хотим Чтобы Этот Плод Был Так Скажем Образно Больше Сочнее Вкуснее Для нас Мы Таким образом Мы начинаем Заботиться Об этом Семени О ростке Можно сказать Что Я думаю Что Любовь Это больше Конечно Но вот Мы сейчас Как бы На пальцах Пытаемся Объяснить Нет Я говорю Сейчас ты поймешь О чем я говорю Не делай другому Чтобы ты не хотел Себе Я думаю Это сказал Иисус Но я думаю О любви Иисус сказал Больше Он говорит Нет больше Той любви Чем Положить душу Свою Положить душу Свою За других Я друг ваш И я ложу Свою душу За вас Я отдаю Ее за вас Посмотри Не делать Кому-то Не делать Кому-то Зла То есть Значит Ты себе Не желаешь Зла Это Сохранить Любовь Наверное Или это Как ты сказал Второй процесс Это Развить Развить ее А вот Третий момент Это Высвободить Это наверное Уже Положить душу Что Ну Как Начало По крайней мере Как Начало Которое Приведет К подвигу Что мы Способны Будем Положить Душу За ближних Что для Человека Вообще Что для Человека Вот За Бога Люди Умирали Да Умирали Множество Раз за Бога А что Для человека Положить Свою Душу Есть же Все-таки Какой-то Момент В этом Положить Душу За друзей Потому что Иисус Уже Умер За нас И воскрес Для нашего Оправдания Здесь Все-таки Какой-то Другой Подтекст Для Человека Верующего Ну Конечно В первую Очеред Не подразумевается Умертвить Свои амбиции Свою гордыню Свои желания Ради того Чтобы исполнили Желания Ближнего Вот это Вот это Гораздо Сложнее Потому что Мы как бы Не видим В этом Особого Подвига И мы готовы Оспаривать И отстаивать Свои Исполнение Своих Желаний Невзирая На то Что хочет Другой Человек Это сплошь И рядом В нашей Жизни Вот такой Обыденной Происходит Я уже Минут пять Хочу это сказать И вот сейчас Я это скажу Значит Любви противится Сильно очень Наш эгоизм Это Самый первый враг Любви Который противится Любви очень сильно Наше эго Совершенно верно Значит Мне Только мне Помнишь Как в этом фильме Это тебе А это мне Это еще раз Мне Помнишь В этом фильме Интересно Да Ну да И высвобождать Любовь И вот Вопрос как раз В освобождении Этой любви Потому что Любовь Это власть Это могущественная власть Кстати Этой властью Любви Сохраняется Этот мир Есть такая Старая-старая Песня Христианская И если Бог Убрал Любовь на миг То этот мир Давно Уже погиб Еще на заре Моего христианства Когда я только Уверил Мы пели эту песню В нашей церкви Да Это десятческая песня Знаменитая И это действительно так Любовью Все сохраняется Да Потому что Бог любит Этот мир Который сотворил Для человека И так как Он возлюбил Людей Этот мир Что отдал Своего сына Все еще сохраняется Но будет момент Когда эта любовь Заберется И он заберет Тех, кто любит Она не то, что Заберется Вот опять Она как магнит Притянет тех Кто взаимно любит Бога И кого Продолжает Любить Бог Смотри Сейчас кому-то Дорогие телезрители Сейчас кому-то из вас Будет теологически Очень трудно Если вы учились В теологических Университетах Институтах Или в библейских школах Но я скажу Такую вещь Можно сказать, что Дух Святой Это любовь Конечно Потому что Бог Есть любовь Конечно Дух Святой Почему? Потому что ты сказал, что Духом Святым Излилась любовь Потому что ты сказал Потому что ты сказал Что любовь Заберется И написано Что человек греха Не может Открыться До тех пор Пока есть Удерживающий Мы знаем, что Этот Удерживающий Этот Дух Святой Это Церковь Божья Да Но смотри Еще момент Что Дух Святой Не просто Как даже Проявление Любви Божьей Это залог Написано так Что это залог Он дал залог Духа Святого То есть залог Любви Залог любви Он сказал Он сказал Смотрите Я излил Дух Святой В вас Да Я излил Вместе с Духом Святым Любовь В вас Да И этот залог Он говорит о том Пока он В вас Пока вы Молитесь На иных языках Пока вы чувствуете Помазание Духа Святого Это говорит Всегда о том Что я В вас Люблю То есть Потрясающее Откровение Я сейчас получаю Игорь Пастор Игорь Я получаю Потрясающее Откровение Сейчас Вот послушай Внимательно 10.38 Деяния Как Бог Духом Святым И силою Помазал Иисуса Из Назарета И он ходил Благотворяя И исцеляя Всех Обладаемых Дьяволом Потому что Бог Был с ним Послушай Внимательно Когда ты ходишь В любви Ты ходишь С Богом Аминь Это сила И понимаете Ты людям служишь Вот смотри Есть такой момент Высвобождать любовь Ты изгоняешь Бесов Исцеляешь больных Воскрешаешь мертвых Из-за сострадания Но есть второй момент Он говорит Что придут ко мне Многие скажут Именем твоим Изгоняли бесов Они не ходили в любви Они это делали Для своего я Для своего эго Ты понимаешь На иврите Подожди Телезрители могут сказать Ну как же так Если человека Нет любви И вдруг Бог Начинает Через них Творить чудеса Разве такое возможно Да Потому что Павел сказал Мне не важно Как проповедуется Евангелие Или так Или так Самое главное Что оно проповедуется У Бога Во-первых Бог дает время Покаяться А во-вторых Бог смотрит На конечный результат Понимаешь Аминь И вот интересно Что у нас Сегодняшняя передача Как продолжение Служения Где мы говорили О верности Божьей И как раз Вот этот вопрос Что Бог Может творить чудеса Через человека Которого нет сострадания К людям Который может быть Из-за эгоизма своего Служит людям Ну свое я Ну да Мы с тобой слышали Одного учителя Он сказал три вещи Это серебролюбие Сластолюбие И славолюбие И славолюбие Четкое определение И ради чего Может человек служить И знаете Дорогие друзья Действительно Из-за верности Божьей Потому что он Не то что Служителя хочет Почтить этим Помазанием А потому что Он любит вас Он может творить Эти чудеса Потому что У него завет есть Не только с тем Кто служит вам Но и с вами лично И поэтому Он будучи верен Обещанием своим Что вы получаете Исцеление Что вы можете Получить Восполнение Ваших нужд Восстановление Судеб Семей Только потому Что Бог с вами Заключил завет Он может творить Чудеса Даже через человека Которого Нечистые намерения Конечно Но знаешь Вот вспомнил один случай Дорогие телезрители Послушайте Очень интересно Я приехал в Латвию И Иной раз Когда я выезжаю За границу Чтобы служить людям Знаешь Ну так бывает Иной раз Вот какая-то атака Или перед уездом Именно на здоровье Или вот именно Там в поездке Очень Не всегда это бывает И я не ставлю это Что это должно быть Этого не должно быть Но бывают Какие-то атаки Бывают Потому что Множество людей Через Мое служение Через наше служение Спасаются Принимают исцеление Много людей Исцелилось от рака Бог исцелил от рака Я от всяких болезней Неизлечим И послушай Вот приехал я в Латвию И у меня Сильно болели лимфы Просто боль И практически тяжело Передвигаться И это мешает И я служил у одного пастыря И этот пастырь говорит Я видел сон Я хочу с тобой поделиться И он мне сказал Он мой друг Он просто со мной дружит Как мы с тобой дружим И я верю в дружбу Потому что дружба Приходит из-за любви И он мне говорит Служи людям состраданием И тогда это пройдет И это коснулось меня Я чуть не заплакал Я принял это слово для себя Я сказал Да, нужно так делать И после этого И знаешь, в последнее время Я замечаю Когда я начинаю служить людям Из чрева своего Ты понимаешь, о чем я говорю? Да, да Из своей внутренности Не из того Даже Не потому что надо Потому что мы обязаны Не из своего разума Не потому что надо Руки возложить А из своего чрева Я начинаю вопиять К Богу за другого человека То потрясающие вещи происходят Потому что ты начинаешь Как бы переживать Сострадать Переживать то, что переживает Вот это и есть Высвобождение той любви Да Которую мы не умеем Высвобождать К сожалению Интересно Я сейчас разговаривал Я сейчас разговаривал С одной сестричкой По телефону До нашей программы И ты знаешь Она мне говорила Какие-то слова Ну говорила Какие-то вещи Может быть Которые Мне не понравились Сестричка С нашей церкви Ну знаешь Я чуть не заплакал Не за то, что я чуть не заплакал За себя Или за нее Просто вдруг Вот эта любовь Проснулась Я даже не знал О чем мы будем говорить Сегодня Я спросил О чем мы будем говорить Да Потому что Иной раз мы готовимся Дорогие телезрители О чем мы будем говорить А иной раз мы просто Ждем Духа Святого И мы ждем этой волны О чем он хочет Чтобы мы говорили Я верю Что сейчас Многие люди исцеляются Я верю Что сейчас происходят Потрясающие вещи Бог Величественной славой Своей касается Вашей жизни Потому что Он есть любовь И Эта тема Когда мы говорим О любви Мы говорим Бога Вашу жизнь И я верю Что Бог исцеляет вас Мы будем сегодня Молиться за вас Пастор Игорь Помолится о вас И на нем есть Определенное помазание Люди исцеляются Через него Благословляются Его церковь называется Благословение И я знаю Что ты любишь Служить этим Благословением Другим Да Не то чтобы Благословением А раскрывать людям Что есть благословение Что это не только Это и есть благословение Что это не только Нужды какие-то Да Но именно Знать свое состояние Свою внутренность Какая там могущественная Власть есть Как апостол Павел Пишет Да Чтобы мы Уразумели Со всеми святыми Какое могущество Силы его Есть в нас Призванных По державе По его призванию Это так удивительно Дорогие друзья Да И знаете Чем больше я Пытаюсь Вот проникнуться Во все Глубины Любви Божьей Тем больше убеждаюсь Что вся книга Вот эта Которую Которую мы держим В руках Библия Она пронизана Этой любовью Даже когда мы видим Какие-то Кровопролитные вещи Даже сама Голгофа И сам подвиг Это проявление Такой высочайшей Любви к нам К людям Что представить Сложно Послушай Вот здесь Такой момент Молитва Павла К Ефесянам Третья глава С четырнадцатого стиха Для сего Преклоняю колено Мои пред отцом Господа нашего Иисуса Христа От которого Именуется Всякое отечество На небесах И на земле На иврите Это всякая семья На небе Есть семья Да даст вам По богатству Славы своей Крепко утвердиться Духом его Во внутреннем Человеке Верую вселиться Христу в сердца Ваши Очень интересно Чтобы вы Укорененные И утвержденные В любви В любви Божьей Укорененные И утвержденные В любви Могли постигнуть Со всеми святыми Что широта И долгота И глубина И высота Это уже разного Уровня откровения Это разного Уровня хождения Я думаю Что это Иные Измерения В боге Не то что Иное измерение Знаешь Есть четыре измерения Да Я думаю В самом боге Иные измерения Уже Глубокие Откровения Когда ты укореняешься В любви Утверждаешься В ней И уразуметь Превосходящее Разумение Любовь Христову Второй раз Уже Это очень Дабы вам Дабы вам Дабы вам исполнится Всею полнотою Божию Могущественное слово Знаешь О чем я сейчас подумал В любовь Нужно укореняться Утверждаться В ней Разуметь ее И еще Нужно одеваться В любовь Потому что Колосся нам написано Чтобы мы оделись В любовь Помнишь Да Это потрясающе Больше всего Облекитесь В любовь Которая есть Совокупность Совершенства Да Вообще Классно Это Нет Я поэтому и говорю Ты заметил Сейчас мы говорим И вдруг хочется Любить и любить Я признавался В своей церкви И когда я был здесь И имел честь Служить Здесь Вашим людям Я признавался В этом В присутствии Моей супруги Которая может подтвердить Что действительно С того времени Как мы начали Эту проповедь Я начал меняться И знаете Я чувствовал в себе Как будто Вот у меня есть Какая-то кнопка Которую не я руковожу А руководит Кто-то другой Мой враг Души Да И есть моменты Которые он четко знает Стоит ему нажать В этот момент Эту кнопку И я взрываюсь Да И мне все равно Кто рядом Я взрываюсь И я начинаю Из себя Выходить Как это называется Это уже не я Это выходит То Чем я Не владею И что я не есть И с чем ты борешься И с чем я борюсь И конечно После каждого Такого взрыва Мне приходилось Просить прощения Перед людьми Перед родными Перед близкими И перед Богом И перед Богом Конечно И мне надоело Это просто делать И когда я стал Проповедовать о любви Ну я не могу Проповедовать о любви Самому не пользоваться Этим словом И вот происходит И вот происходит Такая вещь Что я начинаю Чувствовать Что я теперь Хозяин этой кнопки И я теперь Иногда Один раз Я просто увидел Это как Ситуация В которой я раньше Взорвался Просто все Кипел бы Как вулкан Вдруг я почувствовал Что вот где-то До трети Дошло И все И то О чем я говорил Эти слова Эти мои проповеди Они как бы Надавили На этот взрыв И погасили его И я так В себе Уразумел Думал О интересно Интересный процесс Произошел И в следующий раз Вообще Ничего не произошло И я увидел Просто в духе Удивленное лицо Этого может быть Ну не самого дьявола Не такой Большой человек Чтобы он мной Лично занимался Но какого-то Нечистого духа Который пытался Продолжать нажимать На эту кнопку И с удивлением Говорил сам себе Ну раньше же работала Почему сейчас не работает Пастор Игорь У нас осталось Немного времени Я думаю Что было бы хорошо Чтоб ты помолился За наших телезрителей Я думаю Что многие из телезрителей Я думаю Многие наши Дорогие телезрители Партнеры Нашего служения Церкви Царь Великой Славы Они нуждаются В этом слове О том Что мы говорили сегодня Я думаю Что они нуждаются В этом помазание Есть помазание любви Самое замечательное Да Это потрясающе Да Я думаю Что вы нуждаетесь В этом Все из вас Все Исключительно все Или без исключения Все Без исключения Если вы нуждаетесь В исцелении Вы можете его получить Прямо сейчас Потому что Бог есть любовь Иисус ходил И он исцелял И он освобождал И он воскрешал Потому что Бог Который есть любовь Был с ним И он сейчас с нами Он сейчас в ваших комнатах Он сейчас в ваших сердцах Примите эту молитву верой И получите свое исцеление Пожалуйста Я думаю Что продолжение Этих передач Должно быть Потому что Вот эти программы Исцеления И та тема О любви Это самое Самое лекарство Самое лучшее лекарство Для исцеления Любых болезней Душевных Духовных Физических Семейных Да Я хочу попросить Наших телезрителей Напишите пожалуйста В телеканал ТБН Россия Чтобы наши программы Слово из Иерусалима Выпускали вечером Чтобы их могли посмотреть Более множество людей Нежели сейчас Потому что это очень важно И вообще Пишите Звоните Ваши отзывы Ваши свидетельства Того Что происходит с вами Во время этих передач И после них Пожалуйста Помолись Дорогой Отец Небесный Я так благодарен тебе Что ты дал почувствовать Ну может быть Не полноту Но хотя бы часть Твоей любви Которая действительно Исцеляет Исцеляет Во всех сферах жизни И Господь Даже проникает В такую глубину И пропитывает Такие глубины О которых мы Сами в себе не знаем И я молю сейчас О всех телезрителях Нет ни одного человека Который бы не нуждался В любви Нет ни одного человека Который бы не хотел Снова и снова Эту любовь О себе ощутить И я прошу Духа Святого Чтобы прямо сейчас С экранов телевизоров Эта река Божьей любви Она вошла в дома людей Она вошла в их сердца Она просто окутала бы Как облаком их Этой любовью И исцелила все недуги Физические И исцелила бы просто Все недуги Духовные и душевные Какие-то обиды Какие-то распри Какие-то семейные неурядицы Какие-то неурядицы В домах И на работе Во взаимоотношениях С начальниками Во взаимоотношениях С какими-то Соработниками Близкими Лидальными Пусть эта любовь Божья Исцеляет Взаимоотношения Между родителями И детьми Чтобы родители Научились любить Своих детей Не только воспитывать их Но любить Всей своей душой Всем своим сердцем Как Отец Небесный Любит нас Невзирая ни на что Чтобы эта любовь Которая потом Через вас Она не сможет В вас уже удержаться И через вас Изливалась бы На всех Как до кого Вы только можете Дотянуться Чтобы из ваших глаз Струилась эта любовь Чтобы в ваших словах Чувствовалась эта любовь И власть этой любви Которая бы повергала Вообще Все дела дьявола Которая бы разрушала Всякое проклятие Я прошу Дух Святой Пусть эта любовь Божия Льется 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 Нескончаемым Потоком В сердца Людей Я благодарю Тебя Что ты дал нам Сегодня возможность Говорить об этом Во имя Иисуса Христа Господь Пусть Исцеляющая любовь Сейчас захватит Каждого 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 Человека Пусть они Пьют эту любовь Господь И будут Совершенно Совершенно Упование На твою Эту любовь Господь Во всех своих делах И дальше В своей жизни Во имя Иисуса Христа Пусть она захватит Пусть она Господь Эта любовь Божия Возьмет Просто каждое сердце Каждый разум В свой плен И самое Самое Драгоценное Что захотят Люди Теперь Это снова И снова Испытать Эту чудодейственную Силу И власть Твоей Божественной Отцовской Любви Аминь Во имя Иисуса Христа Аминь Дорогие С вами был сегодня Пастор Игорь Башлов Из Финляндии Он был у нас В студии В Иерусалиме И это привилегия Для нас Спасибо Пастор Игорь И также С вами был Ваш покорный Слуга Орен Левари Мы любим вас Бог любит вас еще больше Мы встретимся В следующей передаче Шалом из Иерусалима Шалом Я люблю вас Я люблю вас Субтитры подогнал «Симон»